Привет, это Юниверсим, и мы продолжаем божественно проходить эту игру. В поселении у нас всё хорошо, наггеты процветают, создают семьи, размножаются, и потихоньку близится первая зима. Однажды, когда вы подрастёте, я расскажу, откуда берутся маленькие наггеты. Нам это не так интересно. Нам интересно то, что к зиме мы подготовили резервуар с водой, и она у нас будет. В прошлой серии мы начали строительство храма, и вот, наконец-то, он достроился. Честно говоря, я храм представлял совсем по-другому, но, видимо, наггеты считают, что в нём должна быть мясорубка. И нужно найти кого-то, кто будет это мясорубкой заправлять. Кто же это будет? Наверное, самый первый наггет — Адам. А я думал, что это здание просто декорация. У меня произошёл здесь конфуз. Дело в том, что я Хельгой назвал мальчика. Ему всего год, но он уже растёт, и с этим именем надо его переименовать в Геру. А Хельгой станет у нас вот эта барышня, которая сейчас под названием Бета. Ну, то есть, бета-версия. Ранее я не мог ей придумать имя. А сейчас нужно бы заняться строительством. Посмотрим, что я там наисследовал. Столовая и рыболовная пристань. Пожалуй, займусь столовой. Стоять она будет у нас чуть выше центральной площади, где и самое место. А тут у нас детишки играют в снежки. Милота. А нет, простите, они добывают камень. Настало время достать свой список поселенцев. Итак, у нас сейчас шесть наггетов. Самые молодые — это Гера и Хельга. Поэтому, стрелой Купидона, мы пронзаем их сердца, чтобы образовалась новая семья. В воздухе витает любовь. Вы избрали путь любви, и ваши наггеты ответили взаимностью. Ох ты, да у нас реально там любовь в хижине. Вам нравится за таким наблюдать? Я вообще-то наблюдаю за новенькой семейкой, а не то, что там на заднем фоне. Инженеры не только строят здания, но и ремонтируют их. Если вы осмотритесь вокруг, то увидите несколько строений, остро нуждающихся в их услугах. Это была подсказка. Ага, вот оно. Это же самая первая хижина, которая была построена в нашем поселении. И ей действительно нужен капитальный ремонт. Корпус инженеров. Размещу его, пожалуй, неподалеку от центра. Столовая достроилась! Как это круто! Надо бы назначить сюда работника. Пожалуй, это будет Ева. Главная повариха поселения. Она-то уж точно умеет готовить. Весна гонит холод прочь. Если только мы могли бы еще избавиться от этого запаха вашей цивилизации. Простите, канализацию мы еще не придумали. Мы все-таки в каменном веке живем. Все, никак не могу добраться до храма и подробнее его изучить. Эта шкала указывает на текущее отношение наггетов ко мне. Это количество очков за принесенного в жертву наггета. Чем сильнее наггеты вас боятся, тем больше этот показатель. Понятно, мезорубка здесь неспроста. Можно закидывать туда наггетов непослушных. В общем, сделана она специально для меня. А вот и корпус инженеров достроился. Шикарно. Теперь нужно назначить главного инженера, который будет отвечать за капремонт всего поселения. И кто же будет этот счастливчик? Ну, наверное, по иерархии. Адам-2. Теперь ты главный инженер. Пора бы исследованиями заняться. Значит, складское помещение нам нужно. Администрация. Без нее вообще никуда дальше. Все-таки у нас рабочие места появляются. А если есть рабочие места, значит, нам нужны выходные. Календарь надо бы придумать. И охоту. Хотя нет, давай охоту отменим. И изучим Министерство сельского хозяйства. О, как звучит. А кто это у нас в столовке коктейль попивает? Не знал, что бабушка Ева умеет их делать. А кто это молотком там стучит? Главный инженер починил первую хижину нашего поселения. Какой же он молодец. Максимальная прочность. И куда он дальше направился? Видимо, к водяному колесу. Надо осмотреть его после зимы. Оказалось, что ему тоже необходим ремонт. Ну, а поскольку зима закончилась, теперь мы можем построить рыболовную пристань. А то в рационе у нас сейчас только растительная пища. Ведь охоту мы еще не изучили. Не знаем, как добывать мясо. А вот рыбу будем сейчас ловить. Я даже помогу им построить эту рыболовную пристань. О, мы снова застаро. Не так ли? Я просто хочу, чтобы мои подопечные как можно скорее начали ловить рыбу. Вот и все. Лето только началось. Нужны витамины. Опс. Кажется, борщинул с камнями. Их перебор. Надо бы обратно это положить. Ну вот. Дерево сломал. Я там хоть никого не прибил. Например, дровосека. У нас родился мальчуган. Только вот с именем ему не фартануло. Надо бы подправить. Пусть будет Чибо. Пристань готова. И кто же будет нашим рыбаком, добывающим нам рыбку? Наверное, это будет Гера. Ты наш рыбак. И мне сейчас очень любопытно посмотреть. Ого. Гера уже где-то нашел удочку и пошел на рыбалку. Как быстро. Мне любопытно будет посмотреть, как он рыбачит. Надеюсь, что он умеет плавать на лодке. Все-таки это первая лодка в мире. Ух ты. Он еще и веслами умеет работать. Ну вот он закидывает удочку и ловит рыбу. Но как вытаскивает рыбу, я не вижу. Может, не ловится у него. Исследования дают свои плоды. И у нас появился склад. Летнее солнце отлично подходит для медленной прожарки наггетов. Вот прозвучало, как наказание какое-то. Хотя у меня вроде никто не провинился. Думаю, склад будет тут. Отличное местечко. И тропинка сюда идет в тупик. Вот в тупике и склад будет. Пойдем посмотрим, как дела у нашего рыбака. Ничего себе, он уже рыбу наловил. Еще и спереди пару штук лежит. Ну, молодец. Рыбак из тебя выходит. Ничего себе. У нас тут еще и медузы плавают в озере-то нашем. Обалдеть. И киты? Да целых два. Я всегда думал, что киты в океанах. Но это же не наша земля. Вполне реально, что тут в озере могут быть киты. А где, кстати, наша елочка с ножками? Куда она делась? Убежала уже? А нет, вот она бродит. Странная ходячая елка. Есть идея, как кинуть в нее камень. И посмотреть, кто же прячется за этим всем делом. Администрация. Следование завершено. Ничего не произошло. Зеленая вспышка, и дерево убегает от нас. Вау! Похоже на футбольное поле, но нет, это всего лишь склад. И сюда уже кое-что приносит. Хельга, что с тобой стряслось? Почему у тебя кость сломана? И здоровье не ахти. Пожалуй, надо ее вылечить. Так, так, так. Прокачаем шаманизм. Нам же нужны лекари. Травяное плетение. Пусть будет. Будем плести корзиночки. Древнее погребение. Полезная штука. Рано или поздно мои наггеты начнут помирать. И нужно их где-то хранить. Как бы это печально не звучало. Задание администрации. То здание, которое будет контролировать все поселение и назначать рабочие места моим лентяям. То есть с меня снимается должность назначения на работу. Пусть администрация будет здесь. Ставить наггетов во главе наггетов? Что может пойти не так? Абсолютно все может пойти не так. Может завестись даже коррупция. Как поживают мои старички? Семейство Адамс. Ого, Адам и Ева теперь Адамсы у нас. Ой, кажется они там детишек делают. Все, они закончили и мы можем зайти к ним внутрь, в дом. У них даже телек есть! Вот это у них комфорт. Календарь. Исследование завершено. Теперь мы будем работать в будни, а выходные отдыхать. Недовольный наггет покинул вашу цивилизацию, чтобы начать новую жизнь, творец. Что? Кто? Кто? Кто этот засранец, который решил уйти от меня? Он отвернулся от своего бога! Так, 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 а как мне вычислить? Может в записях есть? Ничего нету. Он анонимно ушел. Ничего не сказав. По-английски. После изучения календаря нам открылась прогнозная башня, чтобы прогнозировать прогноз погоды. Какая-то тавтология. Но в любом случае, башню эту лучше поставить где-нибудь на горе, чтобы лучше все было видно. Поскольку прогнозчиком у нас будет обычный наггет. Будет ли на выходных солнце? У меня планы. Вот спросишь у метеоролога, который у нас появится. И по идее, его должна назначить администрация, которая еще не достроилась. А тут у нас что? Что произошло, мадам? Дорогой творец, я молю тебя о помощи. Наша семья просто разбита. Наш малыш Халкино. Играл на улице всего минуту назад. Обычно я за ним внимательно слежу. Но меня отвлекла соседская ящерица, которая лает сегодня уже пятый раз. И я уже много раз говорил им отвезти ее в другой двор. А когда я обернулся, Халкино уже пропал. Один из курьеров сказал, что видел, как он направился за бабочкой в лес. Там обитают волки. Моя жена убьет меня. Пожалуйста, верни моего Халкино в целости и сохранности. И я буду тебе вечно благодарен. А еще, если ты чувствуешь прилив особой щедрости, было бы здорово проучить соседей получше. Так, 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 спокойно. Давайте с соседями вы сами. А вот с ребенком я вам, пожалуй, помогу. Я и не знал, что у нас ящериц держат. Надеюсь, вы найдете больше, чем просто кости творец. Каждый наггет на счету. Так, диктор, давай-ка ты еще тоже тут не нагнетай. Куда, мол, лес пошел? Тут лес кругом на самом-то деле. В лес за бабочкой. Погоди, а вот... Вот же он! Тревога окружили его. Надо спасать. Ох ты ж, елки. Поставил пока время на паузу, чтобы его не сожрали. И телекинезом перетащу. Снимаем паузу и вырубаем телекинез. Может кто-нибудь дать этому наггету свежее белье? Гляньте на себя. Вы всегда поднимаете настроение другим. Разве? По-моему, кто-то испугался в виде летающего ребенка. Кстати, насчет ребенка. Где его отец? Возрадуйтесь, творец. Ваши наггеты впервые испытали демократию и выбрали преемника Адахи. Будем надеяться, что эта система будет работать и дальше. Не понял. Какие выборы? Вы о чем? Это из-за того, что администрация достроилась? Но там нет сотрудников. Да не ори ты уже! Сейчас отпущу. А это что за галочка у нас тут? Пора запустись в наггетов книгами. Минутку. Эта фраза должна звучать иначе. В общем так, у нас в деревне должен смениться лидер. Если раньше это был Адам, а сейчас нужно выбрать нового. Ева 2, Ева или Кузя. И в зависимости от того, за кого проголосуют, будут законопроекты. Например, вот у Ева 2 ускоренное обучение. У Евы акцент на религию. У Кузи вакцинация. Ну, пускай пока там народ голосует, а мне нужно назначить сотрудника в администрацию, чтобы он уже потом назначал всех остальных на другие работы. И это будет... Давай-ка Ева. Мудрый старейшина. Она заслуживает, чтобы ее уволили с кухарки и назначили в администрацию. А Адам пускай там дальше храмом заправляет. Теперь нужно придумать, кого на кухню отправить. Хотя, погоди, администрация же работает. Теперь на кухне у нас Кузя. Ева назначила его. А кто у нас тут в новой хижине живет? Семья Кузиных. У них, кстати, телека нет. Смотрите, творец, основана новая цивилизация. Будем надеяться, что она не превзойдет вашу. Иначе мне придется пересмотреть свои предпочтения. Покажите мне ее. А, ну тут только еще строительство начинается. А где Наги-то тут вообще? Ага, вот он. Погоди, это не тот ли, который от меня ушел? Точно, все складывается. Он от меня ушел, чтобы сделать свою цивилизацию. Кто ты? Гера? Как ты мог? Гера! Сын Адама и Евы-2! Один из первых моих наггетов! И он вот так поступил. Я думаю, что во всем виноваты родители. Надо их в мясорубку спустить. Он вроде невраждебный, нейтральный. И надеюсь, что против меня не попрет. А это что такое? Метеорит? Ломается, как скорлупа. И там ящик внутри. Я могу его забрать при помощи телекинеза. И отнести домой. Поселение выбрало нового лидера. Это Ева-2. И вместе с ней вводится новый законопроект «Ускоренное обучение». Наги-то меньше проводит времени в школе, но получает больше травм. Ну, хоть и законопроект такой себе, но надо его отпраздновать. Прошли еще одни выборы, и был избран еще один несовершенный кандидат. В смысле, еще одни выборы? Это первые выборы у меня в поселении вообще-то. Откуда у нас фейерверки? Кто дал бабло на фейерверки? И вообще, откуда у нас пиротехника появилась? А, неважно. Главное, что это красиво. Но к администрации вопрос-таки все-таки есть. Достроилась башня метеоролога, и сюда уже назначили человечка. Но нет, я хочу назначить своего человечка. И им будет Чиба. Все-таки девочка не сможет каждый раз подниматься на такую вершину, чтобы посмотреть, что там вдалеке с погодой. А с погодой дела обстоят плохо, потому что приходит зима. Таинственный ящик. Я могу его открыть, а могу разобрать, чтобы получить ресурсы. Пожалуй, я ничего с ним сейчас не буду делать. Подожду немного. И посмотрю на другие инопланетные объекты. Где-то рядышком... Вот. Что это такое? Батарея планетокрошителя? Изнутри раздается мягкое ритмическое гудение, пульсирующее скрытой энергии. Протокол восстановления остатков. Ясно. Чтобы изучить эту штуку, нужно открыть и эту штуку. Тогда оставим эту деталь для будущего. Забрать при помощи телекинеза я ее не могу. Значит, пусть лежит тут. Еще один метеорит. Что же в нем? Еще один такой же ящик. Давай заберем к себе. Пускай лежит. Настанет время, и мы его откроем. Теперь у меня их целых два. Вот и наступила вторая зима. Рыболовная пристань замерзла. Рыбу добывать мы не можем. А также вместе с ней замерзло водяное колесо. Но благо у нас есть резервуар. В котором вода не замерзает, и она кристально чистая. Как дела у моих подопечных тут? А у кого эта кость сломана? Я не понял. Давай тебя отлечим. Ты все-таки мне молишься. А это что за звуки рычания? А, это ученые исследуют этот ящик. Они расшифровывают надписи на нем. По такому случаю я отправился на поиски еще метеоритов, и опять встретил ходячее дерево. На этот раз я решил его поджарить. Но не огнем, а молнией. Потому что верующие давали мне новую силу. Электризация. Будьте осторожны и следите, куда вы направляете эту штуку. Не переживай. Все равно ничего не сработало. О, снег пошел. Ну-ка, ну-ка. Засыпет ли он мне мой экран? А, нет. Он сразу же тает. Экран мой просто намочился. Тогда пойду забирать ящик из метеорита и поволочу его к себе в поселение. Таинственные ящики. Что же они в себе скрывают? Надеюсь, что мои ученые скоро разгадают это. Потому что ящиков в поселении становится все больше и больше. Семейство Адамс решило еще обзавестись одним ребенком. Хотя это уже дедуля с бабулей. Они все детей лепят. Вы не против позволить этим бедным существам ненадолго единицы, творец? Они явно пытаются преобразить свое будущее. Ну да, они скоро концы откинут. Поэтому нужно больше наследников. Ну ладно, че это я все о грустном? Давай разрядим обстановку. И вкинем щепотку радости. Чтобы население порадовалось. А то все-таки зима. Грусть. О, так-то. Странная, конечно, магия. Без спецэффектов. Но эффект есть. Народ стал немножечко счастливее. На поверхности ящика нанесены загадочные символы. Эпическое. Тут что-то есть эпическое. Ученые не дремлят и потихонечку разгадывают загадки этих ящиков. Не знаю, как они это делают в каменном веке, но как-то выходит. Как дела у нашего Геры, покинувшего поселение? Ух ты, он тут пирамиды отстроил. И все это один? А это что такое? Что за око Саурона, елки-палки? Гера, мать твою, ты кто такой? Как ты до этого додумался? Ты нашел тайные знания? Это, походу, знания и ваканды. Купол очень похож на их. Обалдеть. Выходит, что его одно здание более высокотехнологичнее, чем мое все поселение. И все это он сделал один. В общем, ситуация разворачивается очень интересно. А на этом все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы вновь увидимся в новом видео. Так что до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok